А в Скорпионе куда более адекватнее и легче в работе, чем Луна в Тельце в экзальтации. Я уже не раз говорю, что планеты в экзальтации являются большими вредителями, чем планеты в падении. Поэтому ничего плохого не стоит ожидать от Луны в Скорпионе и каких-то плохих прогнозов. То есть у нас там есть плюсы, есть минусы, но в наше время это очень хорошее положение. Переизбыток вот этих медиа, информации, когда человек... Ну вы представляете вот в наше время, как себя будет чувствовать впечатлительный человек? Я понимаю, если когда он жил там в 80-х, когда не было компьютеров, когда там были книги, не знаю, какие-то совместные там встречи, игры настольные, Телевизор с ограниченным количеством каналов. А сейчас мы живем в таком мире, что впечатлений он приносит в тысячу раз больше. А вы впечатлительный человек. Естественно, это влияет на психику. Но не для Луны в падении. Не для Луны в Скорпионе. Она имеет очень крутой фильтр. То есть Скорпион, получается, сужает доступ к впечатлениям. И Луна здесь очень избирательна. То есть здесь Скорпион, да, это такой знак, который больше работает внутрь, чем вовне. То есть у него очень такой сложный внутренний мир. И Скорпион как бы защищает себя от внешнего воздействия. Он защищает свои чувства, свои эмоции от вмешательства с внешней стороны. Естественно, делиться ими он не будет со всеми. Что не скажешь о Луне в Тельце, где там ворота открыты, заходи, не хочу. Поэтому ваш ум, он, когда в Скорпионе, он очень-очень собран. И понятно, что вы достаточно можете быть скрытным человеком и мнительным. Но вы можете трезво мыслить. И я вот даже думаю, если выбирать, ну это мое мнение, да, там Луну между, там, Луной вовне, где она очень лихорадочна. Луна в Тельце, где она слишком впечатлительна. Либо Луна, например, в Близнецах, где она хаотична. То Луна в Скорпионе у нас очень неплохо выглядит. Ну что, здесь человек очень осторожен в своих действиях. Он очень реалистичен в своих взглядах. То есть, понятно, что такие люди могут быть суеверными, видеть во многом подвох. Но, по крайней мере, они не делают опрометчивых шагов с Луной в Скорпионе. И вы сами, получается, являетесь очень тонким психологом, чувствуете стресс других людей, считываете их, что у них там внутри происходит. Но не всегда можете разобраться с тем, что внутри вас. Но это классика. И, конечно, Луна в Скорпионе делает вас больше интровертом. Ну, там, конечно, важно, что в Первом доме и другие планеты. Ну, человеком скрытно. Есть на то причины. Какие есть самые большие плюсы? Ну, от таких людей ничего не скроешь. Они все видят. Такие люди хорошие исследователи. Исследователи и исследователи. Да, им очень легко поддаются всякие философские знания, эзотерика. Они видят то, что не видят другие. Они могут легко работать на таких высоких должностях и иметь большую ответственность в работе с людьми. Потому что могут отключаться от людей эмоционально и не испытывать сострадания. Что очень важно во многих профессиях. Например, когда вы хирург. Чтобы рука не дрогнула, вы должны делать свою работу. Полицейский. Там, допросить кого-нибудь. Не знаю, там. Навести порядок. И быть жестким там, где нужно. И здесь как бы это идеально. Вы будете действовать рационально и с точки зрения выгоды. И, конечно же, если эта луна более такая чувствительная, то вам сложно будет расставлять акценты и с людьми общаться на таком уровне. Поэтому сложно вас обмануть с таким положением. И работая в каких-то организациях, вы все понимаете, все видите, кто с кем как общается. То есть луна в Скорпионе это такой, да, ЦРУшник, который очень внимательен, осторожен, закрыт. Это покер фейс. Никто не понимает, что у вас внутри. Что вы чувствуете, как вы к кому относитесь. Вот. И как бы в балансе это очень просчитанный и очень такой живучий человек, который может выбраться из любых ситуаций. И, естественно, с луной в Скорпионе вам могут нравиться ситуации адреналиновые. И которые разрушают общую структуру. Когда что-то идет не по плану и вам надо выкрутиться. Многие люди себе этого не признают. Но многие люди вот с таким положением могут кайфовать от нестабильности. Хотя все говорят, ну я уже устал от этого. Но если в вашей жизни продолжает возникать нестабильность в общении с людьми, значит вам это нравится и вы что-то в этом находите. И может быть для вас это какой-то рост. Ну просто так же не бывает такого. Поэтому тут есть момент самообмана. Так как вам очень сложно понимать себя и свои эмоции и чувства. Они такие, знаете, очень тонкие, подсознательные. То, естественно, с таким положением может быть очень сильный самообман. Но вот здесь нужен баланс между вот этими сложными ситуациями, где вы как профессионал их решаете. И между тем, что вы просто притягиваете эти ситуации, чтобы выкрутиться. И вы как бы устали от этого, но ничего не можете с этим поделать. Такова ваша жизнь, что по-ровному у вас не бывает. Вот обязательно какая-то кочка. Да, естественно, Луна в Скорпионе это манипулятор. И, ну так как Луна в падении, то манипулятор с холодным расчетом, который может очень легко сыграть жертву. Так как женская энергия здесь падает и возникает такая холодность, холодность и жесткость к себе тоже возникает в таком положении, то, как бы вы, получается, начинаете стремиться к тем, у кого Луна открытая, она сильная, она чувственная, она может поделиться своими эмоциями, где-то вас пожалеть, успокоить. И здесь вы можете сыграть в жертву очень легко. Поэтому самое высшее проявление, это когда вы все просчитываете наперед, все чувствуете, видите, используете какие-то свои знания в эзотерике, манипулируете, и вы на коне. Минус, когда вы попадаете в собственные иллюзии, сомнения, сами себе создаете сложности на пустом месте, сами же из них пробуете, как-то сказать, выкрутиться, вы закрыты в эмоциях, никому не доверяете, ни с кем не можете поделиться, и у вас полное смятение. И ваши глубинные переживания остаются с вами. Поэтому это как бы показатель дисбаланса. Вот по поводу ревности спросили. Ну, зависит от того, где луна в карте, но вообще не то, чтобы они ревнивые, они мнительные такие люди. То есть они могут придумать на пустом месте то, чего нет. Если они это не проговорят вслух, то это усилится. Ну, естественно, ревность туда тоже может входить легко. И также безосновательная. Так как, понимаете, скорпион – это знак именно такой подсознательный. И он не такой, ну, как бы, знаете, типичный и понятный, как, например, там Овен или Дева. И луна, она, вот наш ум, он любит, когда он понимает, он любит материю, вот то, что можно потрогать. Вот это реально. Да, вот, то есть, вот у меня футболка, диван. Это все Дева, это козерог, Овен. То, что потрогал, то и понятно реально. А луна в Скорпионе почему падает? Ей некуда положиться, не на что. Все, что она проверяет, ей недостаточно материального. У нее еще внутри есть какое-то сомнение, может быть, там есть еще что-то. Она за обычной вещью видит что-то еще и ищет каких-то своих подтверждений. Поэтому появляется какая-то мнительность. И вот эта вот работа с тонкими энергиями, она очень сложна для ума. То есть, ум, это же как техническое устройство, и для него непонятны эти вещи. А тут ваш ум постоянно находится на какой-то грани между вот этой реальностью и вот этим вымыслом. Поэтому, естественно, чтобы такой ум не сошел с ума, он по Скорпиону просто обрезает некоторые эмоции и чувства, более как бы конкретно их контролирует, чтобы понимать, что происходит, чтобы быть в балансе. Поэтому, с одной стороны, он падает, с другой, как бы, ну, сами понимаете. Пишут, мой муж с луной в Скорпионе всегда в себе, никогда не говорит то, что думает, приходится его выводить на разговоры. А дело в том, что он может сам не понимать, чего он хочет и что он думает. То есть, он может выжидать, он не доверяет своим чувствам. Грубо говоря, луна в Скорпионе может не доверять собственным ощущениям. И человек сам же себя проверяет. Это, конечно, необычно. Но так как подсознание очень сильно развито у такого человека, оно такое бурное у него, он такой сенсорный, что в нем происходит больше процессов, чем у других. Поэтому ему всегда нужно время для того, чтобы разобраться в себе. И это типичная фраза для луны в Скорпионе. Я хочу разобраться в себе, я хочу побыть один там или одна. Я сомневаюсь. То есть, я хочу понять. То есть, это постоянный такой поиск. В отношениях, конечно, для мужчины тут все проще. Мужчины сами по себе не так идут на контакт и не так уж и делятся своими внутренними переживаниями. Если с ними достаточно открытая женщина, то они раскрываются. Это нормальный ход вещей. Но когда у женщины луна в падении, то тут, конечно, сложнее все. Если, конечно, нет балансирующей Венеры, которая сильная, где-нибудь в экзальтации, либо еще где-то. Либо, может быть, сам знак зодиака очень такой чувственный, открытый, как рак. То есть, здесь, если нету каких-то других факторов, которые поддерживают карту, у женщины падение женской энергии вызывают большие трудности. То есть, здесь, получается, она не может поделиться тем, что с ней происходит. И эмоциональный контакт очень такой, знаете, неблизкий, так скажем. То есть, ментально, может быть, она как бы соединена с мужчиной, но в плане эмоций она может отделяться. И в итоге, если и мужчина будет закрытый, то оба будут просто молчуные получаются. Да. И здесь, конечно, ее нужно раскрывать, делиться. проявлять эмпатию и чтобы это все поднималось. То есть, луна поднимается, когда ты общаешься с людьми, у которых она в порядке. Открытыми, чувственными. Но девушки с луной в падении, в скорпионе, ну, мне кажется, сложно общаться с мужчиной, который будет тоже закрыт. Тогда у них просто нет шанса, чтобы хоть кто-то что-то выразил. Поэтому здесь мужчина должен быть эмпат, который вот открытый, эмоциональный, чувственный. Иначе вы оба просто закроетесь друг от друга. То есть, ну, кто-то должен это сделать, открыться, сделать первый шаг. Поэтому в отношениях ситуация сложная. То есть, здесь человек может быть мнительным, не понимать, чего он хочет и не раскрываться. И также, да, здесь по поводу денег. Ну, мы уже знаем, что здесь все-таки скорпион, он очень такой внимательный к деньгам. И здесь я не думаю, что будет слишком сильное транжирство. Вот. Если только это не курсы какие-нибудь по психологии, эзотерике, что любит луна в скорпионе, а потому что такие люди интуитивно чувствуют, что им нужно развивать тонкий план. Да. Ну, вот тут пишут, есть и такой вариант. У меня у моего партнера луна в скорпионе, Венера у меня там же в скорпионе. Интересно. Друг друга понимаем без слов. Да, такой вариант тоже возможен, что вы понимаете друг друга тонко. Ну, может быть, там надо глубже смотреть, может быть, кто-то из вас более все-таки открыт, и разговоры нужны. Вы можете как бы чувствовать друг друга, но проговаривать нужно, что внутри вас происходит. иначе это будет оставаться все внутри. То есть, это со временем накапливается, это сразу можно и не заметить этого. Вот, вот прям грусть, печаль написали. Хочется плакать от ваших слов, это такая правда. Ну, не знаю, я думаю, что не такая уж что-то плохая позиция. Сейчас луна в падении, это шикарная возможность общаться с огромным количеством людей, не перенимая на себя их настроение, умея себя оградить от вот этих впечатлений, медиа, все это контролировать. Это достаточно неплохо, потому что самая распространенная болезнь сейчас в нашем обществе это далеко не коронавирус, это шизофрения. Сейчас шизофреников в десятки раз больше, потому что у каждого сознания есть свой ресурс восприятия информации и того, что нас окружает. У нас переизбыток впечатлений, информации, вкусов, химических продуктов, 3D вот это кинемат, фильмы, компьютерные игры. Наш мозг он имеет предел и предел достигнут. Поэтому когда ты теряешь чувство реальности, плюс добавьте еще миллион курсов по эзотерике, где человек там в астрал выходит, там еще что-то делает. Все это в совокупности вызывает огромнейшую шизофрению, которую сложно контролировать. Если вы впечатлительный человек, то вы попадете в первую очередь. Но именно Луна в падении, как бы сохранит вас как личность от этого всего, что происходит. Вот тут такая интересная информация. У кого есть идеи по поводу того, какой бы это мог бы быть актер, и что это за фильм, напишите мне, кто вам напоминает именно Луну в Скорпионе. Вообще вот мне почему-то пришел Нео. Потому что Нео не сильно открытый. Ну, как бы сам по себе как персонаж. И он такой в себе. но у него богатый внутренний мир. И он как бы раскрывал свою матрицу, свои психические способности. И при этом как бы у него еще очень сложно строились отношения в фильме. мне вот как-то да, пришел он. Я причем знаете, заранее не загадываю кого, то есть я не продумываю эфир заранее. Вот что идет, то и говорю, Нео, реально, я даже вот мне не приходило до этого, до эфира в голову. Ну, Шерлок Холмс вряд ли, это наверное больше Луна в деве. Скали, ну, кстати, есть, есть такой момент. Люди Х надо понять кто. Гордости предупреждения Дарси не смотрел. Скали, Скали, слушайте, ну да, она такая рационалка, но она же интересовалась тоже вот этими темами НЛО, но с точки зрения рационального мышления. Ну, и такая она, не сильно чувствительная была, скрывала все в себе. Интересный пример. Нео из Матрицы и агент Скали. Слушайте, классно. Луна в Скорпионе агент Скали. А у меня прошлый эфир классные версии были, но из-за того, что мы с парнем общались, я подумал, будет странно, если на ютубе выйдет разбор, где мы общаемся с парнем и будет название блондинка в законе. Я вот что-то вот этот момент не продумал, то есть нам нужно несколько вариантов, чтобы это подошло к человеку, который будет выложен. Сталин, нифига вот это. Так, ну что, кто у нас готов выйти поделиться своей луной в Скорпионе? Несмотря на то, что она в Скорпионе, вы... Ну да, Скали отрицала эзотерику, но она копалась в этом, и она как бы получается помаленьку, помаленьку начала в это верить со временем. Если я вообще все сезоны же смотрел, ну, это мой любимый сериал X-Files. Просто Нео это как-то широко слишком. Ну, посмотрим. Надо что-то из этого выбрать. Мискон Гениальность Сандра Балок. Давно смотрел, не помню. Так, у кого луна в Скорпионе? Выходим на связь. Пишите. Форрест Гамп. Ну, у него там, мне кажется, вообще все подряд. Не только луна в падении. Да, напишите, кто готов. Доктор Хаус. Цинизм. Это же тоже качество луны в падении. Цинники. Доктор Хаус, он цинник. А вот Нео его цинником не назовешь. И Скали, она тоже цинник. Поэтому вот этот элемент доверяй да проверяй это тоже там. Я готова. Зефирини. Как зефир, да? Давайте с вами. Как-то отзывается. Агент Скали. Из теории лжи главный герой. Он же читал людей насквозь. Привет. Привет. Так, а напомни свою фамилию. У меня же вроде твоя карта есть. Нет, у тебя нет моей карты пока еще. Я еще только пойду к тебе учиться. Погоди, как тебя зовут? Я Женю. А, я тебя перепутал с девушкой, у меня была на консультации, я подумал, это ты. Ты у меня не была еще? Вы прям похожи, я подумал, я прям уже тебя знаю, сейчас карту наберу, я понял. Значит, ты в первый раз? Да. Все, у меня уже это. Я так долго ждала, когда будет моя луна в падении в первом доме, поэтому... Тебя зовут Женя, да? Я же. А как фамилия? Акулова. Акулова? Слушай, а тебе нравится с Кали? Ну, в свое время очень даже нравилось. Засмотрелась. Ты как-то... А когда ты родилась? 6 апреля. Ага. 88. 88 год. А время? 02.30. Угу. Город? Тюмень. Как? Тюмень. Здесь получается луна в падении в первом доме, да? И выходит в девятый. Там она успокаивается. Она еще не определилась, успокаивается в дом или нет. Ну, когда девятый дом, когда что-то изучаешь, ну, что-то узнаешь больше там о себе, глубоко копаешь. Может такое быть. Ну, в этом плане, да. Поэтому, наверное, я и снялась астрологией, потому что она мне очень затянула в этом плане. Ну, вообще... Да, а вообще мне очень странно, потому что я вот, насколько слушаю тебя, да, ты рассказываешь о том, что луна в падении в скорпионе, это не эмоциональные люди. Да, с одной стороны, я могу схватить эти эмоции, а с другой стороны, наоборот, у меня их много. Даже вот сейчас у меня все ух, у меня там в душе все горит, хотя мы просто вышли в скорпионе. А это легко объясняется, потому что она в первом. Понимаешь, первый дом. То есть, на первый дом активно влияет. Конечно. Ну, представляешь, твоя личность проявляется через луну. Твоя луна, как тебе сказать, ну, например, луна обычная такая, которая, например, в четвертом, в третьем, в пятом доме, она не так ярко проявляется, как твоя луна в падении в первом. Потому что она в первом. Поэтому вот это дает тебе такую эмпатию. Вот. А по сути, в основном, люди с луной в падении закрыты. У меня скорее наоборот. Чересчур открыт, я бы так сказала. Потому что если на меня начинают кричать, я махом это все перетягиваю на себя и ух, отдаю еще с еще большей отдачей, чем мог бы кто-то другой. Ну, ты знаешь, на самом деле с луной в падении люди очень жестко обрезают любые такие конфликты и они очень сильны в противодействии. То есть, они могут пробить собеседника психически. То есть, в конфликтах луна в падении очень изощрена. И она очень цинична и жестка. А вот если бы она была в экзальтации, человек бы так «О, не-не, это мне не интересно, я не хочу спорить, это все нарушает мой комфорт». А здесь нет. Если тебя задеть, ты можешь уцепиться и ты, причем, знаешь, у тебя какой тип. Вот, например, если это овен или лев, то они сразу как бы ответят и там все закончится. А луна в скорпионе, она преследует, жертвует. Она еще может долго это помнить, она может это напоминать и выдергивать как бы собеседника и помаленьку разбивать его защиту. Есть такой момент. Поэтому тут все хорошо, это все про тебя. все правильно. но вот ты сказал, что если есть Венера, у меня Венера, получается, в седьмом доме в Тельце, как бы ей там хорошо рассчитают, тем более она в первый дом, поэтому, видимо, я поприличнее чем некоторые девушки. ты сглаживаешь все углы из-за Венеры и у тебя тут естественно есть баланс в этом. Луна в первом, Венера уже неплохо. А представь, если у человека в первом Сатурн или Меркурий и добавь еще Луну в падении. Вот тогда ты начинаешь чувствовать. А когда баланс, то нормально она укладывается. Мне интересно узнать, вот ты реально такой следователь? Ты все замечаешь, все видишь, вот особенно в отношениях? Я очень чувствую ложь. Например, дети мне говорят, я вижу, когда мне говорят неправду. Я вижу, когда мне врет сын, я вижу, когда мне врет муж. Я вижу, вот просто, когда с сестрой сидели разговаривали, она такая, ну что-то там пошутила, своему папе ответила, а я такая, ты врешь? Она такая, ну да. Ну то есть, как бы вот такие вот тонкие моменты я очень легко замечаю. Хотя я не сразу поняла, что это мой талант, грубо говоря. Я могу даже рассказать секрет, почему именно вот вы видите ложь с Луной в падении. Смотри, чтобы видеть ложь, это надо не погружаться в собеседника. То есть, это надо отделиться от него. И, короче, ложь видна, когда ты не вникаешь в его эмоцию, он что-то рассказывает, и ты как бы чувствуешь, как эмпат. А ты следишь за его языком жестов, как он говорит. Ты как бы с ним, но ты не с ним. И вот Луна в падении, она может создавать такую стеночку, где человек что-то говорит, а ты типа говоришь себе, не, я эту эмоцию не буду принимать, я типа делаю такой выбор, я буду смотреть, наблюдать. А вот эта эмоция мне нравится, я ее возьму. Вот, например, с Луной в какой-нибудь овне либо в экзальтации это нереально. Человек сразу подключается, или у меня Луна в раке. Я сразу прям попадаю в эмоцию, и все. А вот с Луной в падении ты можешь так хоп, и отключиться. И вот это дает. Да, и ты все видишь, то есть человек пытается на тебя воздействовать, и не может, потому что он не может подключиться к тебе. У тебя соединение, оно просто прерывается, когда ты захочешь. Прикольно. Почему я говорю, Луна в падении офигенное положение для нашего времени, хорошее положение для бизнеса, для того, чтобы, как сказать, развиваться в обществе, которое не уравновешено в наше время в плане психики. Я же говорю, что сейчас шизофрении очень много. Ты не перенимаешь вот эти вот тенденции людей, их впечатления на себя. Ты живешь в своем мире, который ты развиваешь, и никто его не может тронуть. У меня так не было. У меня Луна в раке, я от этого очень много мучился. Попадая в общество, я полностью превращался в этих людей. То есть, пока я был с йогами, я превратился в йога, принятие, любовь, вегетарианство, все. Я там весь такой душевный был, никому не мог слова сказать. Потом, дальше там, в область музыкантов, творчества, я стал отлетевшим музыкантом, все там творил. Все. Изотерики туда. Слава Богу, я почему больше с бизнесменами общаюсь, потому что у них трезвый взгляд, мне нельзя с людьми общаться, которые супер вот такие творческие или эзотеричные, потому что у меня этого слишком много. И я ищу вот эту опору, а тебе она не нужна. То есть, я Луна в падении, то есть, поэтому я все время искал какой-то жесткого такого партнера, который бы меня сбалансировал из-за того, что я начинаю расплываться как личность вот в таких общениях. Вот. Я за этим... Какие-то рамки, да? Вот. И поэтому на тебя многие могут опереться. Многие впечатлительные, неуверенные в себе люди, которые не могут разобраться в своих эмоциях и чувствах. И ты можешь легко их направить. У меня подроби такие. Я их всегда защищала и на этом фоне они у меня образовывались. Ну, то есть, там в школе, там еще когда-то. И только так мы стали общаться. Хотя при этом в мое время мне дали медаль за скромность в школе, да? Но в то же время я очень общительный человек и как бы очень легко иду на контакт. То есть, во мне два вот этих вот человека открытых. Ну, я бы вот, конечно, по тебе бы не сказал, что ты супер открытая. Все равно у тебя есть такое, знаешь, немножко ты... Ты очень такая серьезная. Ты такая очень серьезная. Ты не какая-то там инфантильная. Вот у меня луна в раке, я немножко такой, как ребенок. Такой, знаешь. А ты такая сразу, я вижу такую серьезность, у тебя все четко. Это сразу проявляется. То есть, это... Проявляется, когда меня обижают. Обижаешься? Ну, да, обижаюсь много. Сейчас уже, конечно, нет, но обычно так. Ну, там во всех источниках классических пишут луна в падении. Первое, что пишут, это люди злопамятные. Почему-то. Ну, не знаю. Мне кажется, у всех по-разному. по Скорпионов так пишут про всех, что они злопамятные очень. Не всегда говорите, типа, следи за языком, но это правда, реально. Я иногда бывает даже вот просто там... Водитель меня тогда неправильно подвез, я второму говорю, там что-то про него, он такой звонит, ну, вот этот водитель ему звонит такой. Я, типа, встал. На меня тот смотрит. Ты, говорит, что сделала-то? Ты ведьма, что ли? Почему, говорит, на его машину-то встала? То есть, я бы только что о нем что-то там сказала, я говорю, пусть ему будет хорошо. То есть, ничего плохого ему не пожелала. Но человек, по факту, машина у него не завелась. То есть, уже даже такие моменты они тоже сбывают. Я постоянно такое слышу от вот скорпионов и от тех, у кого луна в падении. То есть, вы реально можете какую-то психическую атаку создать и вы этим гордитесь. Тем, что вы манипулируете. Я боюсь иногда. Не-не-не. У вас внутри вызывает эта гордость, что вы можете воздействовать на пространство каким-то вообще особенным способом. Луна в падении не любит... Ну, смотри, получается, ты контролируешь свою эмоциональную энергию психическую. Это о чем говорит? Ты сдерживаешь некоторые эмоции, ты не будешь конфликтовать в открытую. Это не нужно. Но когда ты что-то скажешь или что-то проявишь, то это будет как лазер. То есть, сфокусировалась эмоция, ты ее раз и как бы вытащила. И это производит больше удар по психике, чем вот люди, которые постоянно да он мне, там она. Они в постоянной эмоции. Их не воспринимают всерьез. А ты как бы можешь посмотреть и все. И человек уже как бы теряется из-за этого. Понимаешь? То есть, как бы вот поэтому луна в падении, она хороший психолог. Я и говорю, я вот, я много раз это говорил, что луна в падении, это лучше, чем луна в экзальтации. Я бы, вот, ну, как бы я хорошо не относился к людям в луне в экзальтации, ну, блин, в сложной, тяжелой ситуации иногда на них сложно положиться. Не дай бог ты на войне окажешься с человеком, у кого венера, либо луна там в экзальтации. Там капец. Он будет там, ааа, там, пули вокруг, что делать там. Он воспринимает все как бы в ярких тонах. А у тебя... А, проснулся. Не, она проснулась. Малыш, а у тебя из-за луны в падении как бы ты краски можешь свои остужать, как будто бы они имеют серый оттенок. И, например, если в твоей жизни произойдет тяжелая ситуация, то ты сможешь эту ситуацию отделить от себя. Ну, знаешь, как будто это все иллюзия. Это происходит, ну, как бы в реальности, но ты не будешь в себя впускать вот этот страх. Ты его будешь внутренне проживать. Ну, как раз. Поднимем луну, как раз. И, кстати, материнство, естественно, очень сильно поднимает луну. Эмпатию и все вот в этом роде. То есть это здорово. Но, если ребенок, конечно, будет плакать и будет вызывать в тебе чувство вины и жертвы, конечно, на тебя это точно не сыграет. Ну, то есть, от тебя этого не добьешься. Да, они могут плакать спокойно, рядом. Мне приходится терпеть. Ты, короче, это просекаешь, и ты, как бы, не, нифига, на меня это не пойдет, если тебя захочет ребенок с тобой манипулировать. Заметь, а если у человека развита вот луна Венера, он все вот дитя, вот оно вот хочет, я ему это дам. И они поддаются. Конечно. Пользуются просто имели и все. Поэтому столько плюсов, на самом деле, в этом положении относительно нашего времени. И я хотел бы, чтобы к этому изменили отношения. Если ты видишь луну в падении, то с этим человеком много чего можно сделать. Ну, как бы, много в плане бизнеса и отношений, это нормально. Тем более, предположим, тебе понравится какой-нибудь мужчина другой, будет у тебя какой-то такой момент, или тебе кто-то подкатит. Ты миллион раз будешь думать, стоит ли или нет. Даже если у тебя будет физическое влечение, по луне в падении, ты можешь его подавить. Очень легко. Ты это контролируешь. А если бы у тебя было бы... Я не могу подавить, если честно. Да. И ты, получается, у тебя есть... Я ему задавлю. Ну, вот. И как бы, да, это с другой стороны минус, да, что ты можешь его психически так подавить, и ты очень можешь быть жесткой. Но ты стабильна. То есть, другой человек не уведет тебя. То есть, такого не будет, что ты пообщалась с подругой, и пришла и такая, вот, мы там общались, я теперь, знаешь, как буду делать. Ты будешь работать, я буду, не знаю, путешествовать. Я так решил. Кто-то на тебя повлиял. Или, например, какой-то мужчина на тебя посмотрел, уделил внимания, ты думаешь, а мне мой муж так не уделяет. И у тебя раз, что-то какая-то концепция возникла. Так вот, это нереально с луной в падении. Только когда она в экзальтации, либо Венера, девушки, они могут очень так... И это сложно им контролировать это. Они такие эмпатичные, влюбчивые. Это их природа. Поэтому, вот, я как бы вот к такому пришел. Что, наоборот, если у человека экзальтация, либо творческая Венера, им бы хорошо пообщаться с луной в падении, с сатурнянцами, которые бы их вернули на Землю. Поэтому я просто человек, несмотря на это. Потому что я и полю, я и кондитер, у меня все в куче. Круто. У меня есть творчество и вот эта его серьезность. Так, я инженер-проектировщик, который не состоялся в своей профессии в целом, можно сказать. Ну, я в декреты много уходила, потом в целом ушла и решила, что творчество буду только его пока. Ну, круто. То есть, и у тебя... Хороший пример. Вот твоя карта реально прям классный пример. У тебя еще и Марс в экзальтации. Да. Слава Богу, что луна в падении. Потому что она его хоть немножко, это, сдерживает, что его сложно остановить. Вот. Слушай, круто. Ну, спасибо, что поделилась. Это шикарно. Да, тебе спасибо. Я вот подумал, агент Скали все равно вот что-то как-то вот хорошо укладывается. Я вот на тебя смотрю. Да, мне тоже она понравилась. Потому что он его сложно у меня оценить. Он мужчина. Ну, да. Прекрасный пример. Да. Спасибо тебе. Нажмешь там на крестик? Да, обязательно. Вот. Да, был рад. Спасибо. Кайф. Ну, вот отлично, да. Посмотрите, как... Сейчас, конечно, я говорю, все выглядит по-другому. Все зависит от того, какова политика государства, в котором ты живешь. Какие сейчас профессии в тренде. Институт семьи. Все эти вещи напрямую влияют на то, как нам надо воспринимать карту в плане плюсов и минусов. Ну, нельзя ее воспринимать как какую-то догму, которую пять тысяч лет написали там где-то, и мы, типа, должны это как-то переложить. Не переложится. Ничего не работает, что было в прошлом. Раньше это было ужасное положение, где считалось, что женщина как бы не имеет уважения к матери, там, не понимает свою женскую энергию, она проклята, луна в падении, это ужас, там, это проклятие, луна главная планета, как с ней жить. Ну, когда это Индия, это пять тысяч лет назад, блин, я вообще не могу это сопоставить с тем, что сейчас, там люди вообще более такие эмоциональные, мы живем в другое время, в другом месте, и сейчас нам нужно быть более собранными, более циничными в каком-то смысле, чтобы не пускать вот эти СМИ в нашу голову, потому что нас прошивают изо дня в день. Уже просто вот здесь уже вот эта вот дурацкая эта тема с коронавирусом, хочется просто, не знаю, хочется переехать на другую планету просто, где этого нет. Меня уже достали эти разговоры, мне настолько вот уже пофигу, что с этим вирусом, сколько человек там болеет, сколько умирает, просто вот меня уже тошнит. Хочется просто жить своей жизнью. И я не хочу к этому подключаться, а представьте людей, у которых вот эта яркая впечатлительность. Вы представляете, сколько людей умерло из-за того, что они просто себе надумали, а не потому, что они заболели. Просто заболели обычным гриппом и умерли просто от страха. Вот такой бы процент показали бы в интернете, вот это было бы понятно. Но не с луной в падении. Такие люди в этот бред не верят. Они понимают, что все надо делить на два, все, что нам там рассказывают. Поэтому это очень ценные люди в наше время, я вам скажу. Да. У меня луна, я тоже ложь чувствую. Теория лжи. Все откликается. Все точно. У детей и мужа вообще нет шансов соврать. Вам надо на работу идти, где вот эти люди, которые в компании вычисляют, кто лжет, вот эти с детектором лжи, как их там называют? Прикольно. С луной в тельце всегда подключаюсь к эмоциями. Да, постоянно чувствую этот щит непробиваемый. Отлично. Мундей. Классно тоже звучит. Монин, мундей. Клево. Да, у меня луна в скорпионе и могу снимать щит и тоже иногда раствориться. Но видите, чтобы раствориться, вам нужно снять щит, какое-то действие. У меня луна в раке в первом доме и луна еще и от макарака. То есть, у меня просто сверх импульсивная впечатлительная луна, которую нужно контролировать. У меня у сына в скорпионе, когда мы смотрим сериал Шанидефа или Махабхару, то я реву прям в некоторых местах. Он же вообще никаких эмоций. Я прям спрашиваю, тебя что, совсем это не цепляет? Да, психическая атака есть такое. Что еще? Хладнокровие 100%. Давайте почитаем еще ваши примеры. У меня муж и сын с луной в падении. Если их расстроить, тебе обраточкой прилетает бумеранг. даже с другой стороны, не от них, пространство заставит тебя испытать те же эмоции. Ого, вот это да. Но что-то магическое есть в этом. То есть, на самом деле, из-за вот этой злопамятности и внутреннего желания справедливости, получается, таких людей обижают, и они поддерживают тонкую связь с оппонентом. Поэтому с ним может что-то происходить, если это еще и сильная эмоция, и она продолжается много дней. У меня эмоции длятся ровно час. Я могу расстроиться, разозлиться на кого-то, и через час я просто забываю, кто это вообще был. Мне этого не понять. Вот. Как бы... Это правда, пишут. У мужа Венера в экзальтации у меня в падении. Хорошая совместимость. У меня Венера в экзальтации ребенок с луной в падении. Для меня это... А... Лара Крофт. Ну, не знаю. Так. У меня луна в Скорпионе. Баффет. Уоррен Баффет. Интересно. Психология. Так. Евгения Васулец. Давайте с вами выйдем на связь. по-моему, не общались. У меня с луной в Скорпионе желание идти в свои страхи, особенно в отношениях. То, что слышу только себя и не позволяю лгать в отношениях ни себе, ни окружающим, это право. Привет. Привет. О, в первый раз? Да, первый раз. Круто. Как тебя зовут? Женя тоже. Так. Евгения, а фамилия? Василец. Василец. Давай я сейчас тебя... запишу. Василец. Когда ты родилась? 2 января, 89-й год. 2 января, 89-й год. Время? 13-15. Город? Город Сумы, Украина. Сумы? Да, да. Сум... Так, хорошо. Так, у тебя получается... Слушай, а ты свою карту сама смотрела? Ну, у меня сестра моя занимается, ну как, немножко изучает астрологию, и она мне рассказывает много чего. но сама я не разбираюсь. 2 января, 89-й год, 13-15? Да, да. Нет, у тебя Луна в весах получается. В весах? Да. Как? Не знаю, вот у меня так показало. Серьезно? У вас там плюс 3 или плюс 4 бывают же смещения. Ой, я не знаю. Я не особо разбираюсь в астрологии. Ну, тогда да, тогда лучше другое. Да, то есть мы сейчас не проверим. Не получится. Да, у тебя Луна в весах, я даже сейчас попробовал по-другому. Ну, это точно, да, в весах? Я просто была уверена, что в Скорпионе. Да, поэтому что-то не да. Такая эмоция у меня такая закрытая. Ну, в общем, много чего подходит. Ну, там может быть другое какое-то положение высветилось, но все равно был рад познакомиться. Спасибо. Все страшного, такое бывает. Да. Значит, так надо. Луна в Скорпионе у нас такая. Да, я, что-то видите, не совпало, но ничего. Желание идти в свои страхи, брат пишет фильм, помогает жить за границей, дистанция с людьми, чувство ты всегда иностранец, не удручает. Вот это интересно, интересно. Сестра, наверное, западной занимается. Ну, да, похоже, это западники. Блин, надо как-то вас переспрашивать, чтобы у нас точно совпадало. Не сразу понятно. Да, плюс 4 я проверил. Все равно она там же. Так. Да. То есть, самое главное, что мы сегодня поняли, да, что это замечательное положение для нашего времени, чтобы жить за границей, чтобы проходить трудности, чтобы выживать в сложных ситуациях. Все-таки в Скорпионе человек более изощрен как бы в своих попытках выбраться из какой-то ситуации и дает такую живучесть здесь. И реально это дает щит. Поэтому человек защищен. Но, с другой стороны, да, ощущение недоверия, закрытость в эмоциях, жесткость, цинизм тоже проявлены здесь. Но, блин, одно без другого не идет. То есть, нужно как-то, чтобы все это было, но в балансе. И цинизм нужен, все это нормально. поэтому этот момент, он такой вот. То есть, если здесь супер плюс, то где-то должен быть, ну, как бы не бывает идеального положения. Луна в Раке тоже имеет кучу своих сложностей. Я просто эти сравнения вам даю для того, чтобы вы поняли, что Луна в Скорпионе не самое плохое положение. И у него есть такие же абсолютно сложности, как и у других. положений планет. Я вам даже больше скажу. Я все больше прихожу к выводу, что вот это понимание планет в падении, в экзальтации, оно очень иллюзорно. и в наше время оно не так уж и нужно. И это создает только больше внутреннего какого-то дисбаланса, когда ты воспринимаешь это в падении. То есть, если бы просто была бы Луна в Скорпионе и не было бы этой палочки вниз, то люди бы не надумывали себе и просто понимали, что это одно из положений, которое себя проявляет вот таким-то образом. И не обязательно ее считать какой-то ущербной или там еще что-то в этом роде. Есть множество других знаков, в которых она страдает не меньше. И в каждом из знаков есть знак-минус, который дает проблему. И я не думаю, что в Скорпионе их больше. Поэтому может быть и в моей школе мы придем к тому, что у нас не будет этих планет в экзальтации и в падении мы будем просто это воспринимать как одно из положений. А то это вызывает какой-то излишний фанатизм и ощущение, что ты с тобой что-то не так. Либо наоборот превосходство, когда ты видишь, что планета в экзальтации типа она проработана. А на самом деле планеты в экзальтации могут быть абсолютно нерабочими или работать абсолютно не в том направлении, что может разрушать карту и ее стабильность. Я уже поделился вам тем, что я наблюдаю за луной в экзальтации. Если выбирать из этих двух, то большей помощи, в большей помощи нуждаются люди с луной в экзальтации, а не с луной в падении. им нужно больше внимания, им нужно решать вопросы своей психики и работы у них не меньше, я вам скажу. Поэтому не обольщайтесь, если у кого-то она в сильном состоянии. Да. Так что вот такие дела. Кто-то написал фух. в каком больше внутренних страданий. А все зависит от вас. Я люблю эту фразу. Жизнь это боль, страдания по выбору. Ну, почему боль? Потому что все время в жизни будет что-то, что будет давать нам болезненные ощущения. Но это не значит, что эти болезненные ощущения будут длиться долго и вы будете страдать. Страдания по выбору. Вот. Абсолютно новый взгляд на астрологию. Спасибо за эфиры. О, приятно. Да, значит, нам достаточно было этого примера, раз у нас больше не получилось ни с кем встретиться. Ну и дальше пообщаемся по Луне в Стрельце. Хорошо идем. Так что был рад с вами сегодня увидеться. Да, всем счастливо, хорошего Мундей. Последнее. Знаете, что еще заметила? Когда в коллективе появляются странные или одиночки, всегда есть желание с ними сдружиться, помочь. То есть тяга к отшельникам, такое чувство, что им есть что сказать. Красиво. Где страх, там и сила. Так что всем до новых встреч. До новых встреч.